Вот такой сегодня лес. Погода хорошая, но уже довольно-таки поздний вечер. Что поделаешь? Решили прогуляться, потому что столько дел, столько дел. В Чернику мы не попали. Это далеко, а здесь близко. Может, ещё и на озеро съездим поплаваем, если получится. Буквально полчаса, ну, может быть, час по краюшку. Я здесь вот что-нибудь поснимаю, поищу, а Маулис бегает подальше туда, на разведку. А я не хочу туда далеко бежать. Я уже по кухне сегодня набегалась и по всем всяким делам. Лучше я здесь внимательно поищу что-нибудь интересное. Мой плакучий трутовик, он плакал, плакал, был белый. И всё время слёзы у него были. Потом он на следующий год стал красный-красный, такой красивый, такой блестящий-блестящий. А теперь он стал вот такой вот, трутовик изменчивый. Вот такой вот он стал. Интересно. Было очень много подосиновиков, но они нам не пригодились, потому что почти все были червивые в прошлый раз, несколько дней назад. Кто-то из них добыть, но видит, что ничего нет и бросил их. Маленький. Хорошо, что я не спешила, поглядела в сторонки. Вот и маленький подосиночек. Но я тоже побоюсь, что они как-то все многие червивые бывают. Ну, не страшно, зато интересно, красиво. Очень неаппетитный гриб. Я его, наверное, сейчас срежу и покажу. И я его, может быть, если я его срежу, то я его и заберу. Вымочу, отварю. Варёный можно съесть. Его можно и не засаливать. Их и так можно есть. Вот я могу взять. Кому как, а мне запах волоёв очень нравится. Запах оригинальный. Ни у каких грибов такого запаха нет. Много. Они все переросли, но они хороши. Они хороши в засолке. Их можно вымочить на сутки. Положить под мочку просто в воду. Можно поменять воду. Не обязательно. У меня старая книжка. Мои родители делали в Алуи. И люди очень любили, когда их угощали этими грибами. Но грибов тогда было много. И кобылки заготавливали. Сейчас их не едим. Они считаются ядовитыми. И чёрные грузди бочками были. Там подвал был хорош у нас. Вообще отлично всё было. Всё хранилось в больших количествах. Если клюква, то чемоданы какие-нибудь. Если брусник, а то огромные бутыли. Всего хватало. Мы всегда заготавливали. Родители всегда заготавливали. Всё впрок. И посёлок иногда на какой-то праздник кто-нибудь приходили. Дядя Слава, дайте нам грибочков. Ну, дядя Слава подвальчик. Раз им кошечек и даст. Черпанёт каких-нибудь груздиков. Вот такие вот дела. Сейчас тоже много грибов. Нам много не надо. У нас едоков, любителей. Не очень много. Мор серо-розовый. Это моя слабость. Я люблю маленькие, нераскрытые, толстые ножки. Красивые и красивые. А это так себе. Но посмотрим. В этом лесу не интересуется валуями. Потому что здесь, в этом лесу, бывает много белых. Немного подосиновиков. И опят. И сёлки. Всё здесь есть. Паутинник же. Нет. Это паутинники фиолетовые я видела. Они высокие, тонкие. И ножка у них фиолетовая тоже. А это, наверное, просто рядовка фиолетовая. Вот и всё. Всё равно она съедобная. Всё равно я её возьму. Так, возьму. Одно слово сказать, а другое сделать. А она бывает, видите, червивая. Посмотрим. Она уже пожила. На свете её съедут червячки. Чага. Ну вот никогда не пробовала чай из чаги. Надо попробовать, что ли. Ну, надо отломать кусочки, попробовать чай. Что это за чай за такой? Ну, сейчас попробую его отодрать. Небольшой кусочек. Может, кому-то другому пригодится. Мне-то это не хочется и не надо. Ну, ладно. Возьму небольшой кусочек. Вот ножичком я отрезала кусочек. Живой, нормальный, наверное, гриб. Ну, некоторые очень хорошо в этом разбираются. А я думаю, что он хороший. Он же не плесневый. Вон там ещё красивее. Но он уже старый тоже. Ну, красиво же растут. Надо их снимать. А он там совсем молоденький. Вон тот я возьму сейчас. Вот этот вот он. И не очень крупный. Эта камера приблизила. Думаю, что же меня ветка никуда не пускает. И не вижу, что я попала в капкан почти что. Ну, не капкан, а в проволоку в такой вот. Думаю, что же меня держит. А это большая проволока. Надо её как-то здесь убрать. Кто-нибудь же убьётся тут. Как-нибудь положили, закрыли. Ветками закрываем это место, чтобы сюда никто не прибирался. Ну, палки эти из неё тупадут. Здесь и не полезет никто. Ну, я-то лажу везде. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока. И до встречи.